доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал маленькие женские штучки меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать сегодня я уж совсем по-домашнему простите меня пожалуйста дело в том что у меня есть две заявки заявка первая как я делаю прическу поэтому я перед вами в полотенце и заявка вторая это как я крашусь когда я болею то есть вы в свои в своих комментариях к тем видео где я говорила что я болею говорили о том что я в общем неплохо в эти дни выгляжу я обещала поделиться своими секретами как я делаю свое лицо достаточно ну что ли привлекательный наверное так ты назовем давайте начнем с подготовки первое что для меня очень важно когда я простыхшая это чтобы в одежде в оттенках одежды не было красного потому что красный цвет усиливает все покраснения которые у нас на лице во время простуды выскакивают то есть у нас краснеет крылья носа я думаю что вы видите что у меня это сейчас есть под носом усиливаются синяки под глазами у меня например они становятся коричневыми у многих появляется покраснение вокруг губ ну то есть много всего ну и естественно краснеют белки глаз поэтому первое что я делаю я в эти дни никогда не ношу красное второе что я делаю если мне нужно куда-то выйти когда я простывший я обязательно мою голову потому что не чистая голова она добавляет нам усталости что ли и ощущение того ну в общем что мы выглядим плохо третье что я делаю и это то что нарушает вообще все мои принципы скажем так помните когда я снимала видео о масках я говорила о том что никогда очищающие средства мы не наносим перед выходом то есть только вечером только на ночь и так далее вот когда я болею у меня очень сильно начинает шелушиться вот эта вот область вот особенно вот это и вот здесь щеки поэтому когда я умываюсь перед нанесением макияжа я наношу какой-нибудь скраб с очень мелкими скрабирующими частичками сегодня у меня это вот такой мягкий ежедневный скраб от пропеллер он офигенский вот правда у него мелкие мелкие скрабирующие частички когда мы начинаем массировать он начинает мылиться он очень здорово очищает кожу очень здорово убирает все эти вот шелушульки и за счет того что я им пользуюсь кожа становится более гладкой поэтому я им пользуюсь но когда я болею я всегда начинаю макияж часа за два до выхода поэтому в общем кожа у меня успевает успокоиться следующее правило я всегда пользуюсь тоником без спирта в те дни когда я болею для того чтобы не усиливать вот сухость кожи для того чтобы не травмировать лишний раз кожу сегодня у меня это вот такой освежающий витаминный тоник от гарнир с экстрактом винограда затем я всегда капаю в глаза визин визин это капельки которые в общем как бы особо ничего не лечит давно убирает покраснение белки становятся белыми это естественно убирает тоже определенную болезненность мало того визин высветляет саму вот эту вот слезную линию вот эту вот слить слизистую что ли да поэтому вот он еще этим хорош затем я наношу крем вокруг глаз наношу я его очень хорошо вот сюда под глазки такими убивающими движениями она верхняя века я наношу его всегда вот на эту косточку то есть на подвижная века я крем не наношу века само заберет что ему нужно затем я наношу увлажняющий крем и наношу его всегда щедро сегодня у меня это вот такой крем от чистой линии умный крем 3 в 1 увлажняет питает и дает лифтинг эффект на самом деле не питание не лифтинг эффекта не вижу вот это увлажнение которое такое ситуативное и она именно хорошо для того чтобы наносить на него макияж затем я делаю всегда паузу минут на 15-20 для того чтобы крем у меня хорошо впитался в кожу лица когда я болею я никогда не пользуюсь коричневыми оттенками для глаз потому что в коричневом оттенке всегда есть красный пигмент а он нам делает только хуже и усиливает покраснение на глазах поэтому сегодня для макияжа глаз я буду использовать вот такие сыпучие тени от эйван тон называется silver они такие серебристые и я буду использовать вот такую большую палетку от летуаль здесь достаточно много вот в этой вот части серых оттенков именно серые оттенки я сегодня и буду использовать для макияжа глаз и мало того когда я болею я почти всегда макияж глаз макияж своего лица начинаю именно с макияжа глаз потому что все равно что-то сыпется и усиливает вот эти вот круги синяки под глазами поэтому тон я делаю после давайте тогда начнем начнем с макияжа глаз я сейчас приближусь и так начну я макияж глаз того что я воспользуюсь вот такой базой под макияж это фиксирующая основа под тени от компании арт визаж наношу вот такую небольшую капельку на веках немножко я же наношу и на нижние века тоже теперь я воспользуюсь своими вот этими любимыми тенями буржуа амбре тон у меня 04 по моему там все заклеено я показывала эти тени подробно в видео про буржуа теперь я воспользуюсь вот такой никсовской кисточкой бочоночком достаточно таким большим и нанесу эти тени на все века прямо на все века я уже показывала вам этот прием в видео с последним взглядом то есть я наношу я оформляя ими складку века сразу убирая нависающая века и наношу их вообще на все подвижное века тоже эти тени имеют такой какой-то серо-сиренево-коричневый оттенок и они очень здорово нейтрализует красноту и ими же я немножко подложу и нижняя века тоже теперь я воспользуюсь вот этими рассыпчатыми тенями я это сбалтываю и пользуюсь этим спонжем который в баночке у с него капец как все сыпется поэтому сначала счищаю а затем наношу и наношу я их на подвижное веко теперь я возьму вот такую плоскую кисточку и аккуратненько прибью эти тени чтобы они легли на место немножечко смотрите сразу осветляю внутренний уголок повторяю для второго глаза теперь я воспользуюсь палеткой от летуаль мне нужны такие серые матовые тени матовых прям матовых здесь нет я воспользуюсь вот такими они сатиновые в них легкий легкий шиммер но такой доску не сильный и такой кисточкой карандашом также она у меня от них набираю и смотрите очень аккуратно затемняю уголок глаза и ухожу вот сюда в складку чтобы ее немножко тоже под затемнить но не сильно когда вы болеете то вот как раз таки такие серые тени соединяясь краснотой вашего века образуют практически коричневый оттенок и получается то что нужно если вы нанесете коричневый оттенок то вы получите такую практически красноту а это нам не нужно у нас ее и так достаточно чуть-чуть затемняю внешний уголок и чуть-чуть затемняю внешний уголок мир нижнего века в принципе в дни когда я болею это практически все нужно только хорошо теперь все это дело растушевать более большой кисточкой я беру опять nyx теперь я смахиваю то что у меня осыпалось под глаза единственное что я сейчас добавлю это из этой же палетки я возьму вот эти прямо черные тени и наберу их вот на такую маленькую маленькую кисточку и пройдусь по ресничному краю верхнему прям как бы формируя стрелочку но не делая стрелочку такая межресничная подводка для того чтобы глаз у нас был более яркий смотрите этот глаз уже ярче чем этот мне по крайней мере так кажется как я не старалась тени у меня все-таки под глазки осыпались поэтому беру чистый ватный диск и убираю то что осыпалось теперь мы будем делать тон лица мой совет когда вы простых и воспользуйтесь чуть более светлым оттенком чем вы пользуетесь обычно у меня сейчас еще все равно есть след летнего загара но тем не менее я воспользуюсь вот таким ланкомовским тинтиндолом 24 часа это у меня 0 десятый тон я так понимаю один из самых светлых наверное вот воспользуюсь именно им и наносить его я буду в этот раз не пальцами не кистью да я буду пользоваться вот таким спонжем а-ля бьюти бленда сейчас я его намочу то есть смотрите вот он маленький когда его мочишь он становится значительно больше и значительно более мягким таким теперь я наношу на лицо тон особенность вот этого тинтиндола в том что он достаточно светлый посмотрите я наношу он очень светлый кажется для меня но он достаточно быстро окисляется на воздухе становится темнее и я не знаю как но он достаточно быстро вроде как бы подстраивается под цвет лица и лицо с ним конечно практически безупречно теперь пользую беру спонж и именно вбивающими движениями потому что вбивающие движения не подчеркивают шелушение которых у нас в эти дни достаточно много на лице хорошо прорабатывал область вокруг губ потому что здесь тоже есть покраснение и область вокруг носа потому что там тоже достаточно много покраснений там где нужно добавляю мне хочется добавить вот здесь на щеках вокруг носа и спускай вот так на шею уже растягивающие движения вот так теперь я воспользуюсь для кожи вокруг класс радиантом от вивьен сабу у меня 0 1 оттенок самый светлый наношу его посмотрите вот сюда туда где самая темная у меня тень и обязательно вот сюда потому что здесь тоже в общем достаточно темно и сначала я распределяю пальчиком затем воспользуюсь этим же спонжем вот этим остреньким кончиком для того чтобы радиант у меня лег очень хорошо смотрите уже как бы нормально да но я так именно вот когда я простывшая поверх радианта я часто очень наношу такой биби крем от гарнир как раз вокруг глаз у него такой чуть рыжеватый оттенок посмотрите и он при том что это самый светлый это тоже 0 1 это самый светлый оттенок он именно убирает вот такие какие-то покраснения какие-то фиолетовые оттенки коричневатый общем он реально прямо создан для того чтобы улучшать зону под глазами и еще разок уже это вменяемо но сейчас я воспользуюсь еще своим мастер тач от max factor я его обожаю и он мне очень нравится когда мне нужно скрыть какие-то вот такие точечные вещи а мне по-прежнему не очень нравится мой нос у меня вот здесь достаточно еще сильное покраснение так я его нанесу и аккуратно пальцем побью следующее что я делаю для тона лица я воспользуюсь пудрой от венца но ваш своей рассыпчатой показывала его не раз но в дни когда я болею я не припудриваю все лицо для того чтобы не усилить шелушение которые мне везде я припудриваю только область под глазами так только под глазами потому что припудрить все остальное это подчеркнуть все шелушения а вот под глазками она мне закрепит то что я сделала у меня вся эта красота никуда не поедет следующим этапом я воспользуюсь хулы от benefit вы можете воспользоваться абсолютно любым другим бронзирующим средством именно не корректирующим а бронзирующим и посмотрите что я делаю я беру вот такую веерную кисть набираю хулы хорошо ее стряхиваю и прохожусь по периметру лица не корректируя а создавая ощущение свежести на своем лице такого легкого легкого может быть даже где-то загара как будто бы я такая нарядная только что отдохнула и никакой болезни у меня вообще нет не забывайте про боковинки шеи во первых это вам корректирует немножко шею делает ее более тонкой а во вторых создает скажем так единство образа обязательно вот здесь по подбородку это практически все что мы сделаем с тоном лица единственное что я еще обязательно воспользуюсь румянами и румяна я беру тоже практически без красного оттенка это мои вот эти вот вивьен сабо ведь у меня уже здесь дырочка тем деликат у меня номер 12 они персиковые и я воспользуюсь только вот этим светлым оттенком не буду пользоваться темным потому что в нем достаточно сильный красный пигмент такой бордовый я воспользуюсь персиковыми улыбаясь себе и наношу чем меньше в эти дни красного пигмента у вас на лице тем лучше потому что красный пигмент усиливает все покраснения и создает даже те которых нет теперь я завиваю реснички и наношу на ресницу основу как всегда пока у меня сохнет основа я оформляю брови более подробно как я их оформляю вы можете посмотреть у меня есть отдельное видео обязательно выйти особенно в эти дни высветляем область под бровью и лучше чтобы это было матовое высветление ну и закрепляем брови теперь мы красим ресницы ресницы в эти дни должны быть хорошо прокрашена если вы плачете то воспользуйтесь водостойкой туши я воспользуюсь тушью от буржуа хорошо прокрашиваю верхние и нижние ресницы и так ресницы я накрасила теперь я воспользуюсь вот таким карандашом от арт визаж у меня он это такой бежевый карандаш можно с чуть можно белым но белый уж слишком откровенно и я проработаю вот эту нижнюю слизистую глаза для того чтобы глаз приоткрыть и выбелить эту часть таким вот получается у нас макияж глаз теперь я воспользуюсь хайлайтером это у меня хайбим от benefit самый неоднозначный продукт в эти дни да но он все-таки добавляет свежести поэтому я им пользуюсь я наношу его вот так на скулы почему я это делаю и вот сюда уголок глаза почему я делаю это именно в этот момент потому что лицо у меня не запудренная такая текстура хорошо ляжет а глаза уже точно не сотрутся вот так пальчиком прорабатываю уголок глаза и вбивающими движениями прохожусь вот так по скуле по хайлайтеру растягиваю вот сюда к брови как бы в форме буквы с и теперь этот же хайлайтер я добавлю на верхнюю губу сюда по галочку купидона и также вобью пальчиком вот теперь наша задача накрасить губы и губы в эти дни я всегда делаю достаточно нюдовые я воспользуюсь своим любимым уже малышом карандашом вот викторию шоу это барселона номер 143 я сначала подвожу губы по контуру теперь закрашиваем все губы иногда я оставляю прям так но если губы у меня достаточно сухие чуть-чуть шелушатся я всегда пользуюсь вот таким блеском это faberlic номер 4137 я так подозреваю что это линейка уже не производится ей уже 358 лет в обед он очень светлый похож по оттенку на блеск от лореаль нюль балет она нравится мне больше вот так это все выглядит я сейчас буду снимать для вас видео о том как я делаю прическу и в это видео я уже обязательно вставлю окончательный вид уже с прической и так как и обещала вернулась к вам уже с прической сделала ее обязательно это видео размещу на своем канале наверное следующем для того чтобы вы могли посмотреть как я сооружаю все это дело на голове я думаю что глядя на меня сейчас можно наверное все таки подумать что я не совсем здорово но прямо откровенно по мне не видно что у меня сейчас температура 37 и 5 и нос заложенный вообще нехорошо себя чувствую но жизнь не стоит на месте мы должны куда-то идти именно вот таким образом в такие дни я привожу себя в порядок надеюсь это видео было для вас полезным ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал заходите в мою группу вконтакте возможно там вы найдете для себя что-то интересное но мы увидимся с вами в следующих видео всего доброго до свидания а а а а а а Продолжение следует...